Цифра дня в начале выпуска деловых новостей. 150 миллиардов рублей составил объем выданных ипотечных кредитов по итогам апреля. За год сегмент вырос более чем на 10%. Статистику привели в Центральном банке страны. Эксперты связывают такую тенденцию со снижением средней ставки по жилищным займам. В апреле показатель достиг исторического минимума в 11,45% годовых. Общий объем задолженности по ипотеке превысил 4,6 млрд рублей. В студии работает Борис Киргенеков. Приветствую вас. В ближайшие несколько минут расскажу о последних новостях экономики нашего региона и страны в целом. Поменять двушку на жилье у берега моря. Аналитики портала n1.ru сравнили цены на квартиры в Новосибирске со стоимостью апартаментов за границей. Оказалось, денег на зарубежную недвижимость новосибирцам хватит сполна. Эксперты для исследования взяли средние цены двухкомнатных квартир на вторичном рынке мегаполиса. Самое дешевое жилье продают за 2,4 млн рублей в Первомайском районе. Несмотря на высокий обменный курс, новосибирцы могут позволить себе квартиру площадью 60 квадратных метров на курортах Болгарии. За 35 тысяч евро можно приобрести однушку в Германии и Чехии. Дорогая двушка в Новосибирске оценивается в 4,5 млн рублей. Это около 70 тысяч евро. За эти деньги можно приобрести меблированную трехкомнатную в Паттайе, а также квартиры в Испании. Однако эксперты отмечают, что россияне, которые переехали за рубеж, предпочитают арендовать жилье, чтобы иметь запасную недвижимость в России. Новосибирцы стали занимать в банках региона больше денег на покупку различных товаров. Средний размер потребительского кредита в области резко подскочил на 40% с начала года. Об этом сообщили аналитики Национального бюро кредитных историй. В среднем по стране динамика также положительная. Россияне в банках берут в долг около 145 тысяч рублей на покупку товаров. Это почти на одну пятую больше, чем год назад. Эксперты связывают тенденцию с тем, что банки стали не так требовательно относиться к клиентам. Финансовые организации не боятся риска просрочки. Больше всего денег занимают жители столицы. Средний размер потребительского кредита свыше 400 тысяч рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе 265 тысяч. Жители Новосибирской области в среднем оформляют займ на сумму в 164 тысяч рублей. Не все работают в плюс. Каждая третья компания в России оказалась убыточной по итогам первого квартала этого года. Об этом сообщили аналитики Росстата. Около 40 тысяч российских фирм заработали свыше 4 триллионов рублей. 15 тысяч компаний показали отрицательный результат. Минус 800 с лишним миллиардов рублей. Особенно это касается обрабатывающих торговых и транспортных предприятий. Таким образом, чистая прибыль компаний страны составила 3 триллиона 200 миллиардов рублей. Удачным сложился первый квартал для предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых. Им удалось нарастить прибыль за счет роста цен на сырье. Готовимся к отпуску. Каждый третий россиянин, который планирует поехать летом за границу, выбирает турецкое направление. Запросы на зарубежные и российские туры изучили аналитики Ассоциации туроператоров страны. По итогам мая общее количество запросов на порталах выросло на 14%. Свыше 38% клиентов интересовались Турцией. В этой стране недельный отдых на двоих обойдется в среднем около 37 тысяч рублей. Следом по популярности у россиян идет Греция. Доля 8% всех запросов. Отпуск обойдется в 41 тысячу. Чуть меньшее количество запросов приходится на Кипр. Российскими турами жители страны стали интересоваться меньше. За год спрос сократился на четверть. Также в топ предпочтений россиян входит Таиланд, Тунис, Испания, Вьетнам и Доминикана. Но отдохнуть за границей получится не у всех. Свыше 2 миллионов 300 тысяч россиян не смогут уехать за рубеж из-за долгов. Об этом сообщили и в Федеральной службе судебных приставов. Речь идет о россиянах, чей долг превышает 10 тысяч рублей. С каждым годом число должников продолжает расти. К концу года таких россиян может быть свыше 2,5 миллионов. Впрочем, эксперты отмечают, у должников, желающих выехать за рубеж, остаются официальные лазейки. Например, они могут выехать за границу через страны таможенного союза, Белоруссию и Казахстан. Такая практика существует, поэтому запрет на въезд далеко не всегда является решением вопроса возврата долгов. В Министерстве экономического развития страны спрогнозировали рост внутреннего валового продукта в России. Цитата дня от главы Федерального ведомства Максима Орешкина. По росту ВВП на 2%, которым обсуждали в апреле, было много сомнений. Если учитывать тенденции, которые сейчас складываются, последние цифры показывают, что мы движемся в этом направлении. На этом мы заканчиваем выпуск деловых новостей. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ОТС. Мы рассказываем интересно об интересном. До встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин